здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок сегодня мы поговорим с вами об уходе за смородиной после сбора урожая этот период является чрезвычайно важным для растений смородины поскольку именно теперь происходит закладка цветочных почек и будущего урожая к сожалению многие садоводы забывают о том что необходимо провести уход за растениями после сбора урожая но этот период как вы понимаете является наиболее критическим в обеспечении урожая в будущих лет черная смородина достаточно требовательно как увлажнению почвы так и к обилию питательных веществ ведь она дает обильное плодоношение поэтому очень много питательных веществ изымается из почвы если не проводить систематические подкормки и уходы то можно в конце концов получить деградацию посадок снижение урожайности мельчание ягод и отсутствие тех положительных эмоций и эффектов которые мы ожидаем от нашего сада что же делать нам с кустами черной смородины и красной смородины и крыжовника после сбора урожая разумеется первонаперво надо провести подкормку после сбора урожая растения освободившись от массы ягод могут продемонстрировать вторичный рост побегов он выражается в том что просыпаются небольшие почечки вот вы можете увидеть их внутри куста и они вегетируют в этой связи поскольку у нас сейчас только вторая половина июля необходимо дать им немного азота не надо давать много азотного питания смородине для того чтобы не вызвать избыточный рост этих побегов а надо дать небольшое умеренное азотное питание чтобы оно было вовремя израсходовано и с конца августа эти побеги также пошли уходить на покой с целью дальнейшей хорошей надежной перезимовки второе что необходимо растениям смородины это конечно же фосфор фосфор обуславливает и высокое качество ягод и большое количество ягод и накопление сахаров в ягодах фосфор такой универсальный элемент который обуславливает хороший вкус плодов будь то яблоня будь то смородина будь то еще какие-то другие плоды им всем необходим обязательно фосфор поскольку фосфор достаточно тяжело и долго усваивается растениями в этой связи эти подконки лучше сделать именно сейчас во второй половине лета после сбора ягод еще одним очень важным мероприятием по уходу за кустами смородины после сбора урожая является борьба и профилактика поражение клещом в первую очередь почковым клещом ведь мероприятие по удалению вот этих разбухших почек весной оно является как бы сказать такой скорой помощью потому что мы фактически удаляем побеги и теряем часть урожая а вот именно теперь нужно провести мероприятие чтобы не дать этому клещу размножиться и уйти в эти почки зимовать кроме того необходимо провести обработки против мучнистой росы и других заболеваний наиболее универсальным препаратом против всех этих напастей является коллоидная сера она дешево она доступна она экологически безопасна она безопасна для здоровья в рекомендуемых дозах и регламентах применения и она эффективна и против клеща и против целого ряда других вредителей в том числе насекомых а также против целого комплекса заболеваний в первую очередь от мучнистой росы поэтому коллоидная сера в этот период должна быть таким препаратом выбора впоследствии ближе к осени уже скорее в сентябре мы будем делать также искореняющие обработки с использованием купоросов с использованием мочевины с используем других веществ поэтому применять их мы тоже будем но именно сейчас летом когда у нас жарко потому что эффективность серы очень зависит от температуры она хорошо действует именно тогда когда светит солнце и жарко она должна испаряться парить немножечко это сера именно поэтому и сейчас использование коллоидной серы является наиболее оправданным что касается подкормок то здесь необходимо применять достаточно стандартные дозы удобрений вот этому кусту примерно 6 лет для его подкормки я буду использовать раствор на одно ведро воды две столовые ложки сульфата калия и три столовые ложки суперфосфата суперфосфат я предварительно замочу на ночь в кипятке затем его измельчу так пробаламучу как следует ведре добавлю туда сульфат калия и добавлю одну полную столовую ложку мочевины можно использовать и другое азотное удобрение и вот по ведру такого препарата я волью на каждый куст почему я буду делать именно жидкую подкормку потому что к сожалению сухие подкормки не всегда эффективны во первых как я уже сказал у черной смородины в особенности ну и красный это тоже касается и кружевника поверхностная корневая система если вы будете посыпать сухими удобрениями то великий риск и в местах концентрации удобрения корневая система может слегка повредиться а это не очень желательно кроме того при обильных дождях происходит конечно и попадание растворение попадания этих веществ в почву но вот мы вы можете видеть я покажу более близко как удобрение рассыпанные весной как они до сих пор лежат под этим кустом ничего не растворяется ничего вкус не попадает поэтому именно надежным способом подкормки является жидкая подкормка сухая подкормка оправдана только тогда когда у вас есть возможность как следует подрыхлить кусты но и когда их очень много когда внесение вот этих ведер жидкой подкормки являются чрезвычайно трудоемким во всех остальных случаях конечно же надо обрабатывать в жидкой форме удобрениями мы не я не использую здесь обработок железным купоросом например для профилактики недостатка железа в силу того что я и весной и осенью делаю с помощью железного и медного купороса искореняющей обработки поэтому этих микроэлементов растения вполне достаточно настоящий период времени вполне оправдана применение также и гуминовых препаратов ну а вместо минерального азота можно использовать и органический азот времени для того чтобы он разложился сосался в растения чтобы он там проработала как следует этот азот еще вполне достаточно поэтому и органических удобрений сейчас можно не бояться но повторюсь что лучше всего вносить их сейчас именно в жидкой форме но до того как я сделаю подкормку удобрениями и до того как я обработаю растение коллоидной серой с целью профилактики клеща и болезни и всяких повреждений тлями то что на самом деле вот на эти молодые отрастания вторичное отрастание этих побегов однолетних очень на них любят селиться тля поэтому надо обязательно здесь сделать профилактику и от ли тоже их коллоидная серая вполне подойдет так вот до того как я сделаю все эти манипуляции я заготовлю смородиновый лист смородиновый лист вот в этой второй половине лета и сейчас даже немножко позже но я именно буду собирать его сейчас до всяких обработок содержит огромное количество полезных веществ и витамина c и всевозможных антоцианов антиоксидантов и минеральных веществ и и и и веществ рутозидов которые квертицинов которые защищают наши сосуды от ломкости повышенной они полезны и для сердца и для сосудов и для почек и для кожи но просто для всего организма в целом поэтому я буду заготавливать вот такие вот листочки преимущественно с поверхности побегов с тем чтобы их высушить их можно сушить с ферментированием или без ферментирования сушить их надо как всегда в прохладном месте хорошо продуваемом без попадания ярких солнечных лучей именно тогда листики сохранят свой аромат и все свои полезные свойства и уже после того как я соберу заготовлю лист смородины я проведу здесь все необходимые обработки несмотря на то что листья на красной смородины смородине не обладают таким специфическим приятным но для меня например ароматом они все равно являются чрезвычайно полезными для использования в составе различных сборов в чистом виде или подмешивание к традиционному чаю я не боюсь срывать эти листья несмотря на то что в течение сезона после цветения я дважды с интервалом в 10 дней обрабатывал все кусты азофосом с целью профилактики грибковых заболеваний с нижних листьев там где в основном была обработка попадала азофос уже давно смылся ну а на вот этих вот верхних листочках которые отросли особенно которые отросли на однолетних приростах они находятся внутри куста здесь в общем то и вообще нет никаких рисков наличия остаточных этих препаратов ну а от ли и от всевозможных вредителей я использую преимущественно биологические средства защиты это мыльно-масляная эмульсия это сыворотка с аммиаком это использование липидоцида битокси бациллина и других безопасных для здоровья человека препаратов поэтому я листья заготавливаю совершенно безопасно что же касается случаев когда вы используете более тяжелые химические препараты ну на самом деле вот лист очень полезен смородины его добавляют в консервации повсеместно в этой связи ну я просто тогда советую вам иметь какой-то один куст который вы не обрабатываете тяжелыми химическими препаратами во всех остальных случаях можно заготавливать этот лист совершенно безопасно я желаю вам здоровья желаю вам здорового сада богатых урожаев вот здесь кстати на переднем плане видна яблонька которую мы захаром рано весной пересаживали чувствует она себя просто превосходно значит наша пересадка несмотря на такое тяжелое засушливое лето удалось желаю вам успеха до новых встреч а